Говорить о кризисе журналистики, наверное, так же модно, как и вспоминать наши старые времена, когда масло было маслянее, а вода мокрее. Понимаете, пенсионерам очень приятно вспоминать, как все было раньше и наверняка раньше было лучше. На мой взгляд, никакого кризиса не существует. Существует профессиональная журналистика и непрофессиональная журналистика. И профессиональным журналистам известно, что нужно выслушать две стороны и объективно изложить точку зрения одного собеседника и второго. А непрофессиональный журналист, естественно, обязательно будет говорить что-то и от себя пытаться навязать собеседнику какую-то свою позицию. А это не означает, что у журналиста не может быть своей позиции. Прямо наоборот. Журналист, на мой взгляд, является в том числе и солью интеллектуальной профессии, и поэтому у него должна быть своя позиция. Но он, когда беседует с интервьюируемым, он всегда оппонирует этому интервьюируемому. Даже если он разделяет с ним одни политические пристрастия, он как профессионал должен выводить интервьюируемого на доказательство правоты своей позиции. И поэтому он будет оппонировать ему. В этом смысле мне очень нравится радиостанция «Эхо Москвы». Туда звонят в прямой эфир люди, придерживающиеся одних взглядов, и ведущие начинают им доказывать и с ними спорить. Потом звонят туда люди, придерживающиеся прямо противоположных взглядов, и радиоведущие тут же начинают спорить и защищать прямо противоположную позицию. При этом, естественно, у радиостанции «Эхо Москвы» всем известно, есть четкая либеральная, критическая по отношению к власти и прочему-прочему позиция. Так вот, подбор тех людей, с которыми мы интервьюируем, с кем мы разговариваем, как журналисты, это редакционная работа. Мы, видимо, относим редакторов тоже к журналистам. Значит, это одна ситуация. Но профессиональный журналист, он будет делать свою работу правильно и хорошо. Но то, что существует покупная журналистика, то, что существуют все вещи, которые попадают под такое обширное понятие, кризис журналистики, они, конечно, существуют, но они существовали всегда. Они существовали, можно вспоминать, Белинского, который критиковал Пушкина. И да, у Белинского был свой взгляд. И что мы будем говорить, что Белинский не был профессионалом? Нет, он был профессионалом. Белинский не был профессионалом.